так вопрос следующий у нас проводите ли вы вопрос от елены проводите ли вы с детьми подростками тематические марафоны челленджа понравился ваш санта челлендж провела его со своими очень замотивировали замотивировал их этот проект и просят что-то еще вот думает может есть какие-то идеи идей валом валом просто спасибо что очень оценили мой санта челлендж для тех кто не знает что это такое я очень быстренько скажу значит санта челлендж я провожу в проводила в своем клубе если вы найдете в контакте кембридж english великие луки называется кембридж english великие луки вот такая группа кембридж english по-английски великие луки по-русски да это моя группа это мой клуб и там все в принципе движухи которые мы делаем все обязательно мы там вставляем там как я думаю что вы много и как преподаватели найдете тоже для себя идеи всяких разных так если вы если вы тоже очень неравнодушный человек и вы хотите расшевелить как бы ваших детей понимаете вообще зачем это все делать елена да то есть начнем с этого что вы хотите насколько я знаю вашу ситуацию то вы работаете в обычной школе значит а я это делала и когда работала вот уже говорила сегодня да а в средней школе три года в обычной школе три года почему я это дело потому что мне не все равно потому что я не могу жить скучно я вот своим коллегам бы боже мой тэдин урок вот скучно провела весь день так скучно провела, и вся жизнь у тебя так скучно пройдет, как так можно жить, понимаете? Поэтому мне было не все равно. И я, несмотря на то, что работала в обычной школе, я тоже все это делала, и администрация это, в принципе, ценила, а как это ценили дети и родители, ну, ничего об этом, как бы, никакими словами это не опишешь, скажем так, да? И, конечно, сейчас, когда у меня своя собственная школа, естественно, я это делаю все равно. Зачем? Урок это урок, занятие это занятие. После занятия, вот эта вне классная деятельность, вне классная движуха, это там, где дети раскрываются по полной. Поэтому я это делаю. Про Santa Challenge. Santa Challenge это был, такое, как бы, у нас на зимние каникулы, чтобы дети не скучали, чтобы им было что делать, да? Десять дней я постила от Santa adjectives, прилагательные. И они должны были про Новый год, про себя, что-то написать с этим прилагательным, какое-то предложение, да? У меня были разные уровни, A1, A2, B1, B2. И участники в комментариях писали предложения. Где брать на Santa Challenge, допустим, эти adjectives? Если будет такой вопрос, то я вам скажу по уровням, как брать, где можно взять adjectives, да? Вот. Но смысл был такой, что всегда, как бы, прилагательные это большая воля. И чтобы привить любовь к прилагательным, я решила, что я оставлю это на зиму, на вот какой-нибудь такой вот челлендж с прилагательными я сделаю. То есть, мы исходим из того, зачем нам нужен этот челлендж, зачем нам нужен этот марафон. Как правило, мы не делаем то, что легко детям. Как правило, мы делаем их для того, чтобы заинтересовать и замотивировать их делать то, что они не любят делать. Скажем так, да? Извините. Дам сейчас вам несколько примеров того, что вот у меня сейчас, допустим, происходит, да? В данный момент у нас заканчивается челлендж скороговорок. Значит, мы распечатали много-много-много скороговорок. Дети тянут их и читают за это. Они получают конфетку, мы снимаем видео, и потом мы сделаем такое бесшебашное классное видео, что мы не просто говорим по-английски, а еще с разными там... умеем как бы говорить, да? Летом мы делали подобные про скороговорки, но у нас было видео определенное, как бы, да? Из этого видео мы, учителя, все вместе сняли одно, самое сложное, самую большую скороговорку. Мы это выложили у нас на сайте ВКонтакте. Тоже все это вы можете увидеть в Кембридж-Ингерс Великие Луки группы, да? Вот. И написали, что мы, ведущие Кембриджского клуба, бросаем вам вызов, кто сможет нас переговорить. Вот. Ну и там была классная ведуха, как раз в Zoom это было. Каждый говорил по строчке, все такое. И дети откликнулись. То есть есть такие равнодушные, которые откликнулись. Конечно, мы потом вручили подарки, как бы, всем, и особенно у нас были победители, как бы, этого челленджа, да? То есть по-разному можно. Вот я вам сейчас два вида дала скороговорок, допустим, да? Что еще у нас было недавно? Вот вчера, по-моему, у меня вышел пост в этой группе, да, про reading. 10 minutes reading. Почему нет? Сделать такой месяц. Про reading вообще мы тоже очень много делаем в нашем клубе. Например, у нас, мы берем одну книгу, художественную книгу, любую, да? То есть я беру такую, которая подходит, ну, была бы интересна всем. И мы передаем ее по кругу, по всем группам. Каждый читает параграф. И потом мы сняли фильм целый, как бы, да? Что вот мы за полтора часа прочитали вот такую вот книгу. Все участники клуба, которые в этот день были. Это было здоровски тоже просто, да? Это был такой видео, скажем так, марафон, да? Сейчас я вот хочу вот сделать это тоже. 10 minutes reading marathon. То есть просто детям на 10 минут давать до урока. У меня это будет, соответственно. Да, потому что у меня есть английские книжечки. И тем, кто это сделал, я буду ставить определенный стикер. Опять же, в моем, как бы, CRM-приложении у меня есть особый стикер такой. И тех, кто вот все там, все 8 занятий, как бы, приходил и читал 10 минут до занятия, получат тоже какой-то приз. Понимаете? То есть я, моя главная идея, когда я делаю любой челлендж, марафон, это мотивировать их на то, что они не любят делать, скажем так, да? В начале года у нас был word chain. Что такое word chain? В прошлом году мы делали так. То есть у нас был огромный плакат на стене в холле. И каждый детенок приходил, писал одно слово на английском языке. Например, interesting. Приходит следующий, берет маркер и пишет слово, которое начинается на G. То есть interesting G, на стене G там, допустим, я не знаю, goat. Подходит следующий, пишет на T. T там, допустим, да, еще что-то. И вот таким вот образом мы все это делали, да? В этом году, чтобы не повторяться, мы сделали следующим образом. У нас был такой плакат. Здесь было написано Cambridge English. И они делали как спайдер-грамму. То есть сверху писали, снизу писали. Ну, такой был, как бы, небольшой кроссворд. Вообще классно было тоже. Каждый разным цветом, разным маркером. Там тоже было очень здорово. Опять же, в группе у меня вы увидите тоже. И этот челлендж, как бы, да, спайд-челлендж. Тоже было здорово, как бы. В феврале месяце я хочу сделать вебинар. Неделя английского языка на отлично. Вот. Там я тоже расскажу про разные мероприятия, которые вы можете сделать. И эта неделя, безусловно, мотивирует всех ваших учеников, вне зависимости от того, где вы работаете, на частных курсах или в средней школе положительно, позитивно относиться к вам и к вашим занятиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова